Подробности недели смотрите прямо сейчас Ставка больше чем жизнь Как проходит обмен пленными И о чем мечтают те, кого вырвали из рук боевиков Эксклюзивный репортаж из захваченного Донецка Если я вам раскрою план, я больше не смогу вывести ни одного человека На линии огня В прямом эфире с нами территория, где до фронта рукой подать Это прифронтовой Артемовск Звук залпов и разрывающихся неподалеку снарядов Здесь уже слышен каждый день Но именно этот город стал временным убежищем Для сотен переселенцев из Дебальцева, Углегорска и Светлодарска А справка есть? Перегибы при мобилизации Правильно, мы не слышим, что это не слышно Мюнхен по-украински Ждать ли мира? Россия сначала обещает мир, а потом присылает военных и танки Вместо отпуска депортация Почему визы украинцев стали аннулировать просто на границе? С каждого рейса, прилетающего туда с Украины, в средняя статистика 7 человек снимаются с рейса Все, о чем говорят и спорят прямо сейчас в подробностях недели Вечер добрый, это подробности недели Я Дмитрий Анопченко Итак, главная тема дня и, пожалуй, всей недели Мирный план, очертания которого становятся все яснее Это уже не минские переговоры Где и статус участников был непонятен И за один стол с представителями боевиков приходилось садиться Сейчас это разговор мировых лидеров Порошенко, Меркель, Ланда, Байдена И ставки очень высоки Либо мир уже в ближайшие недели, мир для нас с вами Либо новые санкции для России, теперь уже точно разрушительные для ее экономики Какой именно план предлагают европейцы? Очень детально поговорим сегодня с абсолютно разными политиками Ну и украинскими, и западными Что о происходящем, думают, на линии фронта? Весь эфир будем спрашивать у тех, кто живет совсем рядом с зоной боевых действий Вот сегодня наша вторая площадка в Артемовске Это городок Занецкой области до Дебальцева Где идут ожесточенные бои Вот оттуда всего 40 километров Там работает наш корреспондент Андрей Лач Андрей, а что сейчас в Артемовске? Какая ситуация? Дима, приветствую Артемовск, это прифронтовой город Вот в 6 километрах отсюда, в селе Зайцево Точнее рядом с ним уже слышны звуки разрывающихся снарядов, залпов Но тем не менее, вот Артемовск, это тыл Здесь активное волонтерское движение Здесь присутствуют военные, активные горожане И вот все они у нас, даже дети Собрались сегодня на центральной площади Перед городским советом И они готовы будут высказаться И готовы будут задать вопросы нашим гостям Спасибо большое, будем с вами разговаривать Будем вас слушать Вы сегодня полноценные участники нашей программы Не только зрители Ну а начнем Начнем с человеческих судеб Которые обсуждают и в Мюнхене, и в Киеве, и в Москве На этой неделе бои на Донбассе были особенно ожесточенными И вот несмотря на шквальный огонь Состоялось несколько весьма крупных обменов пленными Спасение жизни каждого из них Это спецоперация Причем на территории врага Эта спецоперация всегда проходит незаметно Без журналистов, без камер Наш корреспондент побывала в Донецке И отсняла две истории освобождения Но вот что интересно Сам плен для наших героев оказался Менее страшным, чем то, что творилось вокруг Эксклюзивные кадры из сердца оккупированного Донбасса Прямо сейчас Так, нужна еще одна букетоки Где она читает Задача довольно простая Заехать в Горловку Встретиться с проводником Получить посылку Поговоренную ранее Когда Жена киборга, которая Попала в плен Когда По зубу сердца И по рыбе души Абсолютно неправильно Поехала с двумя провожатами Спасать мужа Кто-то им позвонил якобы Приезжайте, забирайте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Схон в стен стоял Ужасный Он стекол Нас вывели Ну, попадили И сказали Ну, за стены прятаться Мне на ночь принесли Ушла-то Ну, и сказали Укрыться полностью С головой Если вдруг Полетят осколки Ну, чтобы Ну, не заделать Да, не задело Ни тела, ни голову Ничего Страшно Детей, которые гибнут Чем они виноваты? Потому что они здесь Ради меня все выросли И гибнет очень много Посмотрев видео В интернете Там было сказано Ребята, обратитесь К своим близким Все видели, наверное, Обращение В WhatsApp Который сказал Можно я приеду Вместо сына Мой сын Кибор Доброе это Чи погано Я не знаю Я хочу Сести за стил Переговорить Не для того Чтобы дилити Украину Я готовый Сидите Вместо него У нас были Сильные потери Там Терминал подорвали С 50 человек Осталось где-то 16 Сейчас мы попробуем Эвакуировать Освобожденного Пленного Если я вам раскрою план Я больше не смогу Вывести ни одного человека А От этого Зависит еще Многая жизнь Отец дал ему Обещание Что больше я не буду Участвовать в войне Несправедивая И ненужная Театр Просто Не война Сколько мы не просили Ничего не приезжало Люди здесь Действительно Настроены По другому Чему Западная Центральная Украина Если люди Захотели Какую-то Свою Позицию Имеют Уметь Свои Какие-то Ну Решать На своей территории Как они хотят Чили Я Не имею ничего против А теперь Вряд ли После стольких Жертв Они Просто так Закончатся Я там Дома И Ну В Киеве Там где Ну Тепло Хорошо Спокойно Ну Там нет войны Я знаю Попадай сюда И Слыша Каждый Божий День Это Ну Не знаю Каждый День Рвутся Снаряды Попав сюда Ну Вот Именно сюда Начинаешь Понимать Вообще Что Происходит Господи Защити Ты Нас Никто Знаст Не знаю Для нас Правда Правда Ну Вот Эксклюзивные кадры Вот так Проходит Обмен Пленными И У нас Сейчас На связи Есть Из Белой Церкви Наталья Жена Киборга Наташ Вы Слышите Нас Вы Смотрите Нас Вы Смотрели Сюжет Да Добрый Вечер Добрый Вечер Расскажите Кто У вас В плену Как Вы Узнали Что Он В руках У Боевиков В моем У меня В плену Муж О том Что попал В плен И о том Что он Киборг Узнала Из Интернета Как давно Он в плену Вот Когда Вы узнали Сколько Времени Прошло С этого Момента Я знала Что Муж Ватом Но Что Где Он Конкретно Точно Ничего Не знала 21 Января Мне Позвонили Знакомые Что Показывает Твоего Мужа По Интернету До Этого Пару Дней Не Было Связи С ним Наташа Вот Скажите Ну Вы Сейчас Посмотрели Сюжет Там Жена Одного Из Киборгов Поехала Освобождать Мужа Сама Попала В плен Ее Чудом Достали После Того Что Вы Это Увидели Вы Все Равно Собираетесь Ехать Вот Что Вы Сейчас Чувствуете Какие Ваши Планы Изначально Тоже Были Планы Немедленно Ехать Туда В первую Очередь Конечно Обратилась В нашу Мэрию Наш Военкомат И Категорически Конечно Запретили Куда Либо Ехать И Принимать Какие Либо Действия Без Согласования С Высшими Органами Спасибо Большое Что Вы С Нами Держитесь Я Надеюсь Что Ну Я Надеюсь Что Все Окажутся На Свободу Спасибо Большое Мы Очень Очень На Попросить Попросить Помощи Если Мы Все Жены Все Переживаем Очень Пускай Наше Правительство Быстрее Обменивает Наших Ребят Ну Я Надеюсь Они Слушают Нас И Отреагируют А вот Один Гость У нас Уже Появился В студии Здравствуйте Василий Будик Советник Заместителя Министра Обороны Но Помимо Того Что У него Есть Такая Громкая Официальная Должность У него Есть Еще Очень Непростая История Очень Непростой Бэкграунд Давайте Прямо Сейчас Расскажем О нашем Госте Для того Чтобы Было Понятно С кем Мы Общаемся Кто У нас В студии Журналист Гражданин Грузии Жил В Горловке Обычный День Вышел За хлебом И оказался В застенках 88 Вот задумайтесь 88 Дней В плену В его Телефоне Нашли фотографию С Дмитрием Ярышем Этого Хватило Приговорили К расстрелу Показательному Видеорасправы Над Василием Бутником И еще одним Заложником Боевики Специально Растиражировали В интернете Спасло только Чудо Один из боевиков Заступился И расстрел Стал инсценировкой Чтобы запугать Запугать остальных Семья его Уже успела Оплакать После освобождения Стал переговорщиком Участвует В обмене Пленными А с недавних пор Советник Замминистра Обороны Украины Скажите Вот вы сами Были в плену Что чувствуют Люди После освобождения Я понимаю Вот эта искренняя радость Эти слезы Которые видели Наши корреспонденты Которые Первый момент Когда Ребята которых Освободили Увидели родных Что дальше Есть ли Апатия С которой приходится Бороться Есть ли злость Которую приходится Где-то прятать Как-то реализовать Вы знаете Всякий раз Это Абсолютно По-разному Есть Солдаты Бойцы Которые Переживают Которые Прошли Многоступенчатую Систему Давления Вот И буквально Вот мы везли Наших раненых Это наверное Позавчера ночью С Краматорска И Ко мне попросился Один боец В машину И вот он рассказал Как Буквально за неделю Что он там успел побывать Его фактически Чуть ли Ну фактически поломали То есть показывают видео Реально снятые С ужасными такими кадрами Где идет изнасилование Где идет Ну Убийство Отрезание Там Грудей Им показывают Да А то есть ребята не просто в плену Они не просто в нечеловеческих условиях Их очень серьезно обрабатывают Им ломают психику И то что он рассказал Конечно Это Страшно Но на видео Люди Некие люди В военной форме Творят вот это все беззаконие И ему говорят Это Вы Это ты Это Твои собратья Сослуживцами Вы фашисты Вы убийцы Вы насильники Вот Но Причем Шевронов И Доказать Что это украинские солдаты Они не доказывают Они просто показывают Вот этот весь Материал И причем Это делают систематически Вы знаете Мне очень важно с вами поговорить Мы будем говорить об этом сегодня Вот что происходит с нашими ребятами С теми кто возвращается из плена С теми кто вот сейчас Массово будет Сотнями тысячами Возвращаться из зоны АТО Насколько сложно им придется Психологически Я еще одну просто гостю представлю Мы говорили у нас Вторая площадка В Артемовске И вот там Есть с нами на связи Алла Борисенко Человек Которого очень много Многие знают просто по позывному Позывной Чангар Руководитель всеукраинского центра Поиска пленных Погибших и пропавших без вести Воинов АТО Алла скажите А вам наверняка с многими Кто освобожден из плена Тоже приходилось общаться Насколько тяжело им психологически И как потом эти люди Возвращаются к мирной жизни Ребята которые выходят из плена Они действительно психологически Сломаны Им очень трудно находиться дома Надо набираться мужества Женам Родным Потому что Ребята Которые вышли из плена Им нужна адаптация Им нужна помощь И мы пытаемся Работать с центрами реабилитации Которые оказывают такую помощь Скажите Участвует ли как-то государство В этом процессе Я понимаю Что это огромная проблема Помимо той войны Которая есть на Востоке Что это огромная проблема Проблема новая Но вот не остаются ли они там Они их родственники Вот просто один на один С этой проблемой Да действительно проблема Очень сложная И то что мы имеем Украина не была готова К такому повороту К такому сюжету К таким действиям Со стороны России И мало того Та проблема Которую мы видим Ну это Я бы охарактеризовал Наверное Как Какое-то Средневековье То есть Самые страшные пытки Самые страшные Издевательства Все эти расстрелы И причем Ну не только показательные Но и просто расстрелы Это конечно все Для людей Которые 20 лет Минимум живут в Украине К стране Которая не воевала Последние наши солдаты Ушли с Афганистана В 89-м году То есть мы много-много лет И несколько вернее Десятилетий не воевали И то что к нам пришло Сегодня на нашу землю Это катастрофа Ну вы знаете Афганистан упомянули На самом деле Ну вот как в народе Когда говорили О ком-то из афганцев Там это не было Проявлением неуважения Это может быть даже С пониманием говорили Ну вот говорили Ну он афганец Что с него взять Понимая что этот человек Пережил то что Заставит его в какой-то ситуации Реагировать неадекватно Те ребята которые сейчас Возвращаются Даже не только пленные Те ребята которые сейчас Возвращаются Будут возвращаться из зоны АТО Не случится ли так что То что они видели То что происходило вокруг них Их травмировало настолько сильно Что путь будет один Или опять на фронт Или они не смогут Приспособиться к мирной жизни Мы даже не представляем С какими последствиями Нам придется в дальнейшем Война закончится Любая война заканчивается Но то что мы получим Целое поколение Людей прошедших Вот эту страшную мясорубку Я думаю нам много-много лет Еще выгребать придется И нам нужно сегодня уже На уровне президента На уровне государства Заводить программу реабилитации Не только тех кто был в плену Не только тех кто воюет Но и гражданского населения Которое подвергается Поверьте Не меньшему стрессу А порой даже и большему Солдат он с автоматом Он может как-то себя защитить У меня вот ситуация Ехал знакомый журналист И его арестовали Брата вот буквально на днях Задержали Просто по доносу Давайте мы знаете что сделаем У нас есть сюжет Елена Механик О судьбах тех людей О том что с ними происходило в плену И о том что с ними сейчас Многие герои Просто хочу зрителям сказать А отказались общаться сейчас Когда их освободили из плена Им хотелось поговорить Хотелось ну просто излить душу Сейчас многие из них закрылись Не выходят из дому Не общаются не только с прессой Но и со знакомыми Только потому что им очень тяжело Очень тяжело до сих пор вспоминать Что с ними было в плену Давайте посмотрим И глаза на ложки вынимали Ну вот так ложка туда И потом на ложку Вот так вытаскивается Ну что-то жужжало И просверливалось Тут Ну 12 12 или 13 Дырочек таких Ну добивались услышать Что я Корректировщик Отвечаешь бьют Не отвечаешь бьют Если бы не отрезали мизин Неизвестно выдержала бы я все это Потому что Когда было Высокое очень давление Я понимала Что у меня уже Мозги лопались Я развязывала палец С него стекало кровь И мне становилось Из плена Ирину Выпустили после долгих переговоров В родном городе Вместо того Чтобы поправлять здоровье А на который месяц Сражается с банком Пока сидела в застенках Накопился долг по кредиту Теперь женщина может Лишиться жилья Дружки важковато Ну все таки Звыкнуто до того Что перебиваешь в полон Что ты поза законом Саме на этом параде Когда нас выводила Основная большинство людей Залишалась на месте Наверное не перейшла Чтобы чему скидать Сейчас в час выводила на рост Ну и достаточно тяжело было Вставать слишком Вокруг На манерах Это же каждый раз Треба было ногой Подпертись А потом Ну просто стреляйте Тут кинет С кинцем Я уже не могу Не ходить Сейчас священник Продолжает поддерживать Боевой дух бойцов На передовую Ездит не только С проповедями Стал волонтером Ну зомбировали Первую неделю Переходить Переходить на ихнюю сторону Ему и Россию Заставляли учить А еще песню Вставай Вставай до вас Вставайте по этим Мы отказывались Сейчас Руслан Ухаживает за больной матерью А Дмитрий Снова готовится К отправке в АТО Когда нас били То Ну это было Несколько человек Это было где-то человек Я думаю Ну 5-6 Может быть 7 Не знаю Ну я слышал Разные глаза Но просто После того как Меня ударили Допустим в нос Да И сломали по сути То у меня Было такое Шоковое достаточно Состояние Поливали голову Бензином Приставляли нож к уху Тыкали пистолетом В голову Или там В тело После плена Режиссер Юров Активно взялся За новое произведение Пьесу Военный театр Донбасса Объехали люди На двух машинах Спросили Такой ли я такой Предложили проехать с ними Попытался Не нужно что-то Убежать Спрятаться у соседки В доме Вот Когда забегал Был выстрел Пуля попала Чуть-чуть правее кучки Рану Алексея Почти зажили И теперь он помогает Военным и мирным В зоне АТО Вместе с друзьями Даже если тебя не оскорбляют Не унижают И не бьют Но ты находишься В закрытом пространстве Ты находишься Вдали от своих близких Ты находишься Вдали от своего дома Это уже плохо Это сладкое слово Свобода Просто я действительно Еще не весь здесь Еще некоторая часть моя Осталась там в подвале С пацанами Вот когда последний выйдет Я сказал Последний выйдет Я побреюсь И тогда я уже буду цел Игорь Чайковский Вернулся на родину В Житомирскую область Создает народный театр И продолжает спасать Однополчан Двое до сих пор в плену Игорь, скажите А вот Будьте добры Да Вы нас слышите Вы с нами Я хотел спросить А по вашему опыту Сколько времени должно пройти Чтобы эти люди Вот те, кто были у нас в сюжете Те, с кем вам приходилось Говорить, общаться Вот просто смотреть в глаза Держать за руки Сколько времени должно пройти Чтобы они забыли об этом всем Или ну такое никогда не забудется Алла Что можно сказать Да, люди, которые прошли этот этап Наверное, надо, чтобы прошли годы Сначала, чем они забудут Нужна реабилитация Нужна помощь Помощь со стороны государства Помощь со стороны родных Но тех ребят Которых освобождали мы Офицерский корпус Владимир Владимирович Рубан Все сделал для того Чтобы их сейчас на данный момент Не пытали Не принимали силу И по крайней мере Тех, которых мы освобождали С сентября месяца Но я не скажу, что были Именно с такими питками Да, сначала Сначала был такой ужас Был такой ад Да, ребята, которые выходят с плена Они не хотят общаться Они закрываются И они не хотят не видеть Ни друзей, ни родных Ни знакомых И им нужна помощь Помощь, при том, очень огромная Василий, а ваше мнение Вот все эти люди Которые освобождаются из плена Сколько должно пройти времени Для того, чтобы Ну как-то они Смогли забыть это Смогли нормально жить Вы же сами были в плену Да, я сам был в плену Но, наверное, меня спасло то, что Буквально 29-го числа июля Я был освобожден Обменен И уже с 6-го числа Фактически Я уехал на восток Вот По распоряжению Министерства обороны То есть я, в принципе, не попал Скажем так В какую-то Ну, яму Так многие поступают Они не могут Оставаться здесь Они опять едут в Лотово Они опять едут на фронт Наверное, это был выход Потому что Если бы где-то сидел И переживал Потому что травмы Пытки Сломанные ребра И все остальное Поломанное здоровье Наверное, бы я где-то Себя жалел бы И глубже проваливался Наверное Ну, вот, наверное, главный совет Который мы можем дать сейчас Ну, действительно Не жалеть себя Не проваливаться все глубже А просто что-то делать Не важно На начале или в реальной жизни Без разницы Менять страну Или там, или здесь Без разницы Спасибо большое, что были с нами В студии Спасибо большое, что были с нами На связи У нас срочные новости Они приходят из Мариуполя За эти сутки На Мариупольском направлении Не прекращались артобстрелы И вот один украинский военный погиб Еще четверо ранены Это последняя статистика Недалеко от сел Чермалык и Новоселовка Мы получили картинку С места событий Разрушено несколько десятков домов О жертвах среди мирных жителей Пока ничего не сообщается И вот что рассказывают очевидцы Давайте послушаем Нас завалило Мы все на пол Внучку, правда, чуть подронила Все насыпали Вот, пожалуйста, вам Слава Богу, что не убило никого Где жить теперь? Осталось хорошо, что я кухню раньше построил Началась бомбежка Прилетает внук Быстро все на пол Я не знаю, как внучка Она вот там сидела Как она успела пососкочить туда вниз И орет Бабушка, что это? Когда поднимаюсь И застала меня тут зарево Вот там вот гореть Начало что-то Вот, я мужу кричу Беги, туши Не дай Бог, загоримся Я рада, что мы все живы остались Тот снаряд, что остался Прямо ему пад на ноги И от него получился пожар Начало гореть Ну, слава Богу, мы ее потушили На жаль, у нас есть 200-й один Все прошло моментально Дуже моментально Я скажу, что Куча дыма Пилюка Дыхать ничем Предварительно Это торнадо Но сами видите Какая у нее разрушительная сила Высыпали полностью сюда Весь пакет Вот Ну, мы считали В районе 40 разрывов Когда приехали сюда Ну, обычно от города Таких воронок не остается Прилетело оттуда Вы видите, какой его размах Это с так называемого ДНР Прилетело Ну, и давайте сейчас С Артемовском поговорим Я напомню В этом прифронтовом Практический городке Расположена наша вторая площадка Там Андрей Иванович Андрей, тебе слово Скажи, пожалуйста Вот то, о чем мы говорили Сейчас в эфире Какие темы Больше всего затронули Людей, которые Собрались в Артемовске Которые смотрят нас Ну, активнее всего Здесь, конечно же Обсуждают тему Переселенцев Так как Вот я уже говорил Артемовск Это город Такой в тылу Именно сюда Чаще всего И больше всего Люди Гости из Бурловки Пожалуйста Вот можно вас Какова там сейчас ситуация Вот расскажите Почему вы сюда именно приехали А почему выбрали Вот Артемовск Ну, давайте я скажу Какие проблемы у вас есть Скажем так Город Артемовск Выбрали потому Что мы считаем его сегодня Наиболее безопасным городом И спасибо Ну, тем Кто нас принял Честно говоря Было до слез Приятно Когда Только поселившись в общежитии Сразу тебя встречают Как родного человека Я не могу сказать Что Здесь У нас есть Особо многих проблем По сравнению с тем Которые у нас в Горловке Здесь мы понимаем Что мы находимся В безопасности И вот у вас Главная проблема Главная проблема Сегодня для нас Это пропуска Которые нам надо оформить Потому что Чтобы получить этот пропуск На сегодняшний день Четыре тысячи Стоять в очереди Если у меня сегодня Вылетели стекла В квартире Мне нужно сегодня Поехать их И застеклить Но будучи Три тысячи Семьдесят пятой В очереди Я не знаю Когда я получу этот пропуск Вот это конечно Важно Трудности Это важно тем Что нас всех предупредили Что с пятнадцатого февраля Ни одного человека Без этого пропуска Не пропустят На территорию Городов Находящихся в зоне АТО Для нас Это очень большая проблема Мы просим Каким-то образом Либо пересмотреть сроки Либо ускорить Оформление этих документов Потому что Мы понимаем Что каждый запрет Где-то порождает И создает Лазейки для коррупции Все это мы понимаем И платить деньги Мы не можем У нас их нет А получить этот пропуск Для нас крайне важно Чтобы мы могли В любое Жизненно необходимо Спасибо большое И Дима Если позволишь У нас еще есть в гостях Мэр города Артемовск Он собственно Расскажет о том Сколько у нас здесь Переселенцев в Артемовске И какие вот трудности Есть с размещением Я так понимаю Есть проблемы Да с размещением Переселенцев Не все вот Могут жить В нормальных Человеческих условиях Значит сегодня На территории города Артемовска 51 тысяча пенсионеров Переселенцев 36 тысяч 300 Переселенцев Которые введены По постановлению 509 кабинета министра В единый реестр А есть им А реально Реально проживает Их около 5 тысяч Значит в наших Общежитиях Размещено 141 человек Мы еще продолжаем Ремонт И работаем С ООН С Красным Крестом Получаем материалы У нас очень сильно Развита Волонтерское движение Которое насчитывает Более полутора тысяч Человек И поэтому у нас Ну каждый Находит понимание Тепло И комфорт Со стороны Жить Что надо буквально На следующей неделе Скажите пожалуйста И будем переходить к Киеву Что нужно Ну первое Нам нужно необходимо Срочно медицинское Оборудование Наркозное Дыхательное Потому что мы принимаем Всех трехсотых Дебальцово Чернух Чернухино Углегорск Попасно Первомайск Врачи работают Круглосуточно У нас работает Медицинская рота Которую возглавляет Ивка Игорь Петрович Завтра к нам заезжает Мобильный госпиталь Имени Пирогова Минникаменты и кров У нас есть А вот медицинского оборудования К сожалению Не хватает Спасибо большое Еще обязательно поговорим Ну вот собственно Дима Такие у нас Разговоры и темы Спасибо Ну на самом деле Мы не зря сейчас Артемовск включали Потому что почти Миллион внутренних Переселенцев Вот таких как в Артемовске Именно стольким людям Война на Донбассе Буквально сломала судьбу Еще более Шестисот тысяч Беженцев из Украины Находятся На территории других стран Это самые свежие данные Данная организация Объединенных наций Ну и Десятки тысяч украинцев Сдерживают боевиков На фронте Наступление Которое Так называемые ДНР и ЛНР При поддержке российских войск Начали несколько недель назад Захлебнулось Захлебнулось Благодаря нашим солдатам Истории некоторых Из этих людей Вот прямо сейчас В сюжете Ирина Баглай Еще несколько месяцев назад Жилой поселок Теперь Выжженная земля Линия фронта Уже тут Далеко от аэропорта А подъехали к передовой Нас сразу встретили Давай туда Бегом Бегом Сейчас идет Пристрел Боевиков По периметру Такой пристрел Может длиться Где-то полчаса Мы пытаемся сейчас Проскочить В более безопасное Так сказать место Держимся Донецк Донецк Вот Донецк Все добровольцы Лица не для показа Воюют за свой дом Там откуда прилетают Снаряды и мины Их знают в лицо И охотятся Бойцы 6-й роты 93-я бригада Январь В Донецком аэропорту Бои не на жизнь Вспоминают Как заходили на штурм Когда 6-я рота Атаковала монастырь То только ранеными По данным разведки Вывезли 200 вымпеловцев Вымпел это Вруэрэп А когда это было? Это 17-е число было Это атака В ночь на 17-е на 18-е Вывезли американские Спецназки Вот последствия Американатовские Спецназки Нас кинули туда Как хотят И то что у нас Всего лишь 3-3 сотых Это просто Счастье Подвели под монастырь С горьким Юмором Говорят Бойцы 6-й роты 93-й Механизированной Бригады Это они Штурмовали монастырь В то время Когда из Донецкого аэропорта Эвакуировали Раненых Киборгов И они отвлекали на себя Огонь По темному Выходили И когда выходили Збилися С курса Збилися С курса И заблудилися Приехали в Донецк Там и жили неделю Снег ели Воды не было Поднимали раненого Лечили Там стоял гул Аж земля двыхтить Как кажут Ну видно Может силы купили Может как раз У черный конвой Прошел Мы этого Не можем вам сказать Не бачили Не знаем Але То что звезды Бьютграды С самого Донецка Постоянно И великая кілька С них И минометы Обстреливают Эти коронки Эти жилищ Поселки Зараз И прочее Это бьют звезды Я хотел бы ТТ-90 Дело в том Что БМП Это консервная банка А танки Есть танк На танке Я думаю Что мы заехали В то что В центр Донецк Теперь они На самом краю Держат высоту Мы по эту сторону Забора А не по ту сторону Забора Появление женщины Здесь не сюрприз Рядом с мужчинами Воюет 19-летняя Вагира На войне Мы встретили Настоящую Сырю любви Она Западной Украины Он с Донбасса Но между ними Нет границ И они оба Воюют за единую Украину Реально Я понимаю Что это не женская работа Но Сейчас Не все мужчины Готовы воевать Пускай им будет стыдно В эту ночь Здесь тихо Бои идут В аэропорту Авдеевки Донецки Донецки Ну посмотрите Да Да Знаешь Там Сто процентов Наши Сейчас Когда бомбили Серьезно Что-то зацепили И вот Горит Это серьезно Пошел 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 Давай Остали туда Ту машину Ту машину Ну что вы там водитесь Давай быстрей Быстрей Пошел 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 И мины пошли Ирина Баглай Александр Данилов Василий Сачук Подробности недели Телеканал Интер Ну вот такая ситуация Сейчас на фронте Мы продолжаем Юрий Луценко Глава фракции Блока Петра Порошенко У нас в студии Спасибо большое Что приехали Рад вас видеть Скажите Я хотел с вами поговорить Наверное главной теме Сегодняшнего дня Все этой недели О Мюнхене О мире О мирном плане Но вот Для начала Только что Буквально цитату Распечатали Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штальмайер Заявил что Важная цитата Важный месседж Все мы на распутье Буквально ближайшие 2-3 дня решится В каком направлении Будет развиваться ситуация К миру Или продолжится война Но он говорит о ситуации В Украине По вашему По вашим ощущениям И что намного более важно По вашей информации Эти 2-3 дня Куда мы движемся К миру К войне Останний тиждень Действительно Привив Багато Международных Контактів Велика Европейская Американская Инших Краин Активность Наоколо Подій В Украине И Мюнхенская Конференция Звідки Взяли цитату Була Підсумкой Цієї активности Результата Все еще Немає И мир Действительно Бачить Перед собой Дві можливості Велика війна Якщо не Зупините Путіна Або Крихки Але все ж таки Мир Якщо Путін Прийме Миротворчі плани Котрі Пропонують Європейські Союзники За вашими відчутцями Куди ця чаша Терезів Піде До чого Ми ближче Мені здається Що зараз Є шанс На Відновлення Мирних дій Вони достатньо Крихки Вони Я би прямо сказав Це вибір Між Великою Війною І поганим миром Для України Зрозуміло Що на території Частини Окупованого Українського Донбасу Збережуться Тисячі людей З якими буде дуже важко Жити в одній країні Але це краще Ніж Продовження Цієї військової Авантюри В яку постійно Кидають техніку І живу силу Російська федерації Можна вам Приме запитання Поставлю Просто люди Про це зараз думають Там кажуть Мирний план Мирний план План Оланда План Меркель Чи є якісь кроки Якісь поступки На які Україні Доведеться піти Для того Щоб це підписати І ось для вас Просто особисто Як для політика Для політичної сили Яка в парламенті Представляє Петра Порошенка Для коаліції Чи є щось Неприйнятне Щось на що Ми не підемо Навіть заради того Щоб під цим Про будь-які плани Звертайте увагу Це я рекомендую усім На ключові запитання Хто контролює Україно-російський кордон І ми ніколи не підемо Щоб це були не українці Ні якісь миротворчі війська Ні сумісне патрулювання З Російською федерацією Ні якісь інші варіанти Не можуть принести миру Якщо державний контроль Буде здійснювати Не українські збройні сили Та прикордонна служба Чи є прапори на Донбасі Тій частині Яка сьогодні окупована Компромісом тут може бути Якесь велике самоврядування Які збільшені права На гуманітарні Економічні Але не може бути такого Щоб там не було Українських приправів І українських законів Чи є патрулі на вулицях Тої третини Донбаса Яка окупована Так, компромісом може бути Те, що там будуть Патрулювати не лише українці Можуть бути якісь місцеві жителі Але це має бути Українські Національна гвардія І українська МВС Хто буде депутатами На тій частині Да, ми розуміємо Що їх мають обрати Саме ті мешканці Котори зараз залишились на Донбасі Але це мають бути вибори Під контролем України Та ОБСЄ А не той терористський шарбавш Який попризначав Ну, в пекові вибори Невідомо Як Ось власне, про що ми говоримо І відчуття Все це, на жаль Залежить від Путіна Чому? Не тільки тому, що його війська Його люди Його техніка Піднімалися вздовж державного кордону Це називався сектор Д Українського групування І по ньому почали несподівано Лупити з російської території Ситуація така, що ця смужечка Це всього 20, а в одного місці Навіть 7 кілометрів І втриматися, коли тебе обстрілюють І з сусідньої держави Є практично неможливим А і знутри терористи Тому тільки добра воля Або примус до такої волі Пана Путіна Може відкрити питання Мира на Донбасі Як тільки ми відновимо контроль За нашою територією Все решта є питанням часу І саме це є ключове питання На яких не може бути компромісів Примус може бути Або від нашої армії Або від європейського співтоларисту Або від наших друзів Я готовий з вами Я дуже хочу з вами Ще по парламентській справі поговорити Давайте зараз просто перервемося на сюжет Якщо ми просто вже з вами заговорили Одна фраза лише така Україна в цій ситуації Звичайно слабіше від Російської Федерації Але ми сильні міжнародною підтримкою І економічний тиск І військовий тиск І дипломатичний тиск На Росію Може дати результат Уже буквально наступна тижня У нас просто історія Якраз про дипломатичну підтримку Тому міжнародну Похоже, Європа все-таки Начинає робити для України Ще-то конкретне Не только выражать обеспокоенность И высказывать слова поддержки Ну вот простой пример Посмотрите Литва на днях пообещала Что возьмет сотню украинских военных на лечение А еще там будут тренировать наших военных Ну, мотивы Литвы понятны Если Украина проиграет сейчас То Литва может стать следующей жертвой агрессии Наш корреспондент Роман Бачкала Сейчас в Литве И вот весь сегодняшний день Он наблюдал за подготовкой наших военных За подготовкой добровольцев На литовском полигоне Боевые стрельбы Слаживание Тактическая подготовка Всему этому бойцов Украинских добровольческих батальонов Учат литовские военные Происходит это негласно И наша съемочная группа Единственная Среди украинских Которых допустили на этот полигон Здесь, в Литве На условиях полной анонимности Подготовку проходят и представители Подразделений вооруженных сил Украины Но себя не называют Я не могу рассказать Кто здесь и что здесь Если ребята заходят Они сами что-то скажут Здесь, ну, как Украинская армия, так сказать Это абсолютно не афишируется Акцент на навыках ведения боя В городских условиях По стандартам НАТО Close Quota Battle По-нашему, ближний бой Помповое Галакосольное оружие 12-го калибра Это тыга Полустоматический Охватничий оружие И есть и современные винтовки Автоматы Калашникова Специально для украинских бойцов Ведь в самой Литве Калаши уже давно сняты с вооружения Вот туда положили Лево 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 еще Украинские военные Занимаются в Литве уже две недели Обучает их местный спецназ Инструкторы просят не снимать крупные их лица Имен не называют За плечами Операции в Ираке и Афганистане Как оцениваете уровень подготовки наших бойцов? Ну, надо поправить Скажем-то, старая система Допустим, то, что мы учим Мы учим по западным стандартам У вас это же По российским стандартам Подготовлена та же самая стойка Заход, уход и так далее Дмитрий из разведывательной спецроты Подразделения «Схидный корпус» Он уверен Полученный опыт обязательно пригодится Тут нам передали много новых тактических моментов Которые в советской армии не буду И в Украине таким опытом просто некому Не буду Пошел Три-четыре Олег самый старший в группе Пулеметчик батальона «Айдар» Доброволец Приехал из Российской Федерации Еще во время Майдана Год назад он и представить не мог Что в Литве будет учиться защищать Украину от России Я практически все свое життя прожил в России А так получилось, что приходится воевать С родичами, с братьями, со своими Мать у меня в России Практически не спелкуемся Так получается Дуже сильно працюю пропагандой в России Это первый подобный опыт Инициатива местных волонтеров Получившая одобрение властей Литвы Гражданские общества Европы Берет на себя ответственность на безопасность Европы Которые это Европа, НАТО Какие там подумают, что делают А мы это делаем Скоро на учение приедет новая группа украинских военных Из каких подразделений пока секрет Слава Украине! Героям слава! Роман Дочкала, Павел Лысенко Подробности недели Телеканал Интер из Литвы Это подробности недели Мы в прямом эфире Юрий Луценко на студии Юрий Витальевич, скажите мне Насколько реально, что наши хлопцы Поедут там на инши полигони Не только до Литвы Что для этого нужно? Насправді, парламент минулого тижня Приняв закон про створение Польско-Литовско-Украинского батальона Також включені всі механізми Международной співпраци З іншими країнами Взагалі я хочу сказать, что парламент Величезной большинстве До 300 голосов Подтримує закони Необходные для військовых И людей, которые проживают На прифронтовых территориях Минулого тижня Закон про нацгвардію Закон про військово-цивильную адміністрацию Який фактично бере элементы военного часу И заменяе депутатов-зрадников Яки повтекали Заменяю их військовыми Або цивильными адміністрациями На нашей территории Закон про збройные силы Наступный тиждень Мы планируем прийняти закон Про військовые замовления Збільшение ответственности Скасывание ПДВ Для військового замовления То что В этом парламент одностайный И делаем все С колес Якщо нам пропонует Министерство обороны Або Кабинет министров Украины Потриманный закон про волонтери Потриманный закон про статус Ветеранів и инвалидов Наприклад наступного тижня Будут бойцы тих батальйонов Яки пізніше приедналися До МВС Або до Минобороны Наприклад Короче говоря Парламент самого Відношення працює На повну потужность Но моя позиция в том Что если мы будем працювать Только на войну То мы програем Мы маем еще и менять Краину внутри Мы маем полностью Забезпечивать потреби Фронту Но Мобилизовывать людей И с усилием экономики Десятками лет На внутреннюю Розруху Тут в украинских головах На бунт Протистояние Повторення 2005 Розброту Між украинцями В будь-якому Його варианте Тому наше завдання Зробити все Щепривши зуби Затиснувши амбіції Яко мога нижче Затиснувши Партійні Навіть Політичні Интереси Подалі Робити Те, що вимагав від нас Майдан І бійці АТО Поки це вдається Я вважаю Що парламент Виконує свою функцію Дякую Що було з нами Студії Приємно було бачити Продолжим Давайте щас дадим Есть возможность Що дати слово Артемовску Давайте свяжемся С нашою второй площадкой Артемовск Андрей Лащ Вы насмотрите Вийти з нами на связь Пожалуйста Що люди говорят Що для них щас важно Що болит Собственно На этой неделе В Артемовске Стоилось Два митинга За мобилизацию И против нее У нас есть Военный комиссар Артемовский Он расскажет Почему люди Выходят И за мобилизацию И против И как вы с ними Поговорили К чему пришли То есть Как сейчас обстоят Дела с мобилизацией Здесь в Артемовске Мобилизация Проходит согласно плану А сколько человек Уже Лично к вам приходили Желающих Добровольцев Добровольцев Не сильно много Хочется Чтобы было больше Но Проходит планово Проходит медкомиссию С предприятий Городские власти Помогают Были люди Оповещены Вот Противники Мобилизации Что вот вам Я знаю Вы с ними беседовали Что они говорили Вот в личной беседе В личной беседе Что говорили Почему Чтобы Окончание войны Чтобы никто не стрелял Не убивали Ну в принципе Что Хотят все люди Тем не менее Своих сыновей Они туда Не отпускают Да Вот как Ну я это не узнавал Потому что никто не говорил фамилии Ага То есть они Анонимно Да боятся Чего-то У нас также есть Вот представитель Одной из самых крупных Волонтерских организаций Здесь В Артемовске Вот ее члены Насчитывает Организация Больше Там Тысячи человек Они вот Не состоят Никаких партийных билетов По крайней мере У них нет Люди помогают Чем могут По зову сердца И вот У нас есть Человек Который ездит На передовую И может рассказать Вот В чем нуждаются Солдаты Сейчас На передовой Где вы были В последнее время И что надо Солдатам Может быть Что-то надо Солдатам Здесь Вот в Артемовске Сегодня Я был Село Тошкивка Новотошкивка Не буду Озвучивать Подразделение Наши Солдаты Обмундирование У них Полностью Есть То есть Нормальное Питание Есть Но Есть Некоторые Конкретные Случаи Мы Назовем это Адресные Посылки Которыми Им помогаем Не только Мы помогаем Помогает Вся Украина Наша Организация Просто Это все Как бы Компонует В Артемовске Как вот К вам Относятся Люди Вы же Здесь Находитесь С осторожностью К нам Относятся К нашей Организации Именно К нам Не все Приветливо Относятся К нашей Деятельности Спасибо большое Спасибо большое Да Ну мы вернемся Еще сюда В Артемовск Спасибо Ну вы на самом деле Тему мобилизации Не зря упомянули Важная тема Этого часа Мы тоже о ней Будем говорить Ну в частности Все таки Нужны ли эти справки Для того чтобы Каждому из нас Уехать за рубеж И не только за рубеж Но и за пределы Своего городка Такие планы Тоже были Об этом Поговорим В следующем часе Ну а еще Включим Мюнхен И узнаем В чем все таки состоит Вот этот знаменитый план Меркель и Иоланда И насколько нам с вами Он поможет Достичь мира Все это будет Ровно через 8 минут Дождитесь пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вечер Добре Это подробности недели Мы в прямом эфире Мы продолжаем В этом часу Будет очень много интересного Ну а начать Начать все таки Я хотел бы с политики Вот с самого главного вопроса Который Ну согласитесь На этой неделе Каждый из нас Друг другу Ну и себе тоже Задавал А все таки Когда будет мир? И вот этот Знаменитый документ С громким названием Мирный план Меркель и Иоланда Сработает ли он? Согласятся ли? И когда он заработает? Станет ли он реальностью? Поговорим об этом Вот просто прямо сейчас Анна Габко у нас в студии Глава парламентского комитета По иностранным делам И представитель самопомощи Вечер Добрый Спасибо большое Что пришли Скажите А чего вот вы лично Как человек информированный Как глава парламентского комитета Ждали от этой мюнхенской встречи? Многие из нас Я в том числе Ждали какой-то ясности Что может быть даже в Мюнхене Мирный план будет подписан Были на это шансы? Я думаю Что в Мюнхене Дуже важно было послать Читкие сигнали Путину Что свет объединится Для того чтобы Допомогти Украине Вирішить мирным шляхом Все таки Наверное тут Дипломатия Но она должна быть Озброяна Потому что В последние месяцы Мы увидели Что мирное урегулирование И все спроби света На жаль Увенчалися трагедиями В Волновасии В Донецке И в Мюнхене Как раз и мав Показать консолидованность Зусиль Святого дипломатии Сполучені Штаты Америки Європейский Союз Меркель Оланд НАТО ОБСЄ ООН Вони Створюють коаліцію Для того чтобы показать Что Вони не допустят Такого ставления И что Украина воюет Не лише за Украину Мы воюем За европейскую свободу Ну Якщо таке завдание было То в принципе Воно виконано Бо Ця мюнхенская зустріч Те что мы бачим Вона показала единость Вы знаете Мы просто перервемся У нас появился Звязок с Мюнхеном У нас связь с Мюнхеном появилась Там сейчас Наш корреспондент Татьяна Лугунова Все эти дни Она была на мюнхенской конференции Была возможности Записать интервью С президентом Она видела и слышала Как и о чем Говорили мировые лидеры Так что прямо сейчас В прямом эфире Ну узнаем А что же в сухом остатке Каковы итоги встреч в Мюнхене Тань Вечер добрый Скажи пожалуйста Самый главный вопрос Вот что такое План Меркель Оланда Ты его видела Потому что В эти дни В фейсбуке Ну буквально Весь фейсбук гудел Все социальные сети Все говорили Что видели план Все писали о разном То есть Неужели все видели Разные варианты Что это за документ Этот план Тебе удалось его прочесть? Дим Ты знаешь Я бы очень хотела сказать Что я этот план видела Но нет Более того Даже те политики Которые точно держали Его в руках Это Меркель Оланд Порошенко И Путин Не раскрывают всех деталей Зато догадок И спекуляций Столько Что если собрать Всю эту информацию Можно составить Как минимум Несколько планов Скорее всего Проблема в том Что окончательный документ Который Можно подписать А можно не подписать Все еще не готов Скорее всего Меркель Оланд Взяли за основу Минские соглашения Сейчас их дорабатывают И согласовывают С Киевом И Москвой И скорее всего Этот процесс Просто пока не завершен Тань А вот ты говоришь Предложи Да-да-да Ты говоришь Те минские соглашения Которые были Но к ним же наверняка Вносились какие-то дополнения Вот Что известно Какие есть конкретные предложения В том числе Которые звучат Из Парижа Из Берлина Дим Что касается новых пунктов То версии много И они самые разные Вот например французские СМИ Сообщают Что этот план Предусматривает Создание на Донбассе Буферной зоны Шириной до 70 км Вне блоковый статус Украины И федерализацию А немецкая пресса Пишет о территориальных Уступках сепаратистам Мол Меркель и Оланд Предлагают Заново провести Демаркационную линию Учитывая актуальное положение Дел на фронте Но это все Только догадки Я хочу сказать Что канцлер Германии Сразу же поспешила заявить Она не занимается Территориальными вопросами Других стран И вот что она сказала Хочу сказать Как немецкий канцлер Я никогда не буду заниматься Территориальными вопросами Через голову Другой страны В данном случае Украина Это исключено Идим Есть еще один важный момент Который подчеркивают И Меркель и Оланд Они пока не уверены Что этот план Одобрят все стороны Но тем не менее Они готовы пытаться Они готовы ломать Свои графики Они готовы летать На переговоры Во все возможности Столицы ради мира В Украине И вот сегодня Выступая в Мюнхене Ангела Меркель Сказала такую фразу Мы должны Это украинцам Которые пострадали В результате конфликта Дима Тань Есть очень простой вопрос Не только у меня Наверняка у зрителей А вот каков ответ Украины Что говорил президент Я знаю Что в числе тех журналистов Которые извещали Мюнхенскую конференцию У тебя тоже была возможность Записать интервью С Петром Порошенко Какова его позиция Что он говорит В кадре и за кадром Дима Вчера поздно вечером Петр Порошенко Встретился с журналистами И очень кратко Озвучил свою позицию Но она предельно ясна Украина готова Немедленно объявить О прекращении огня Но любой мирный план Должен базироваться На минских договоренностях А его главные пункты Это отвод тяжелых вооружений Вывод иностранных войск Проведение выборов В Киеве считают Что уточнения возможны Но только если они будут Несущественными Вот что сказал президент Но ключевые элементы Препинение огня Линия заткнений Перекретение кордонов Виведение иноземных войск Воно все має бути Обовязково дотримано Питание автономии Про який вы питаете Это питание уже Змін до Конституции И звичайно Что воно будет Вимагать абсолютно Иншой модели Обговорения Включая референдум И я не думаю Что я готовый Сьогодний Будь-якое питание Поставить на референдум Питание федерализации Я готовый Поставить на референдум И я знаю результат Питание мови Державной Я готовый Поставить на референдум И я знаю результат Есть абсолютно чутка Законодавчая процедура И никто В ней просто не может Это в кинцевом Рахунке Решение Не президента Не парламента Не уряду А это решение Украинского народа Тань, ну президент Достаточно четко высказался Но тем не менее Очень многие Здесь в Украине Ждали, что вот Именно в Мюнхене Возможно будет поставлена точка Появится какая-то ясность Ты как человек Который находился Там внутри конференции Говорил с политиками Наверняка у тебя был Свой взгляд Но отсюда из Украины Казалось, что вот Еще вот-вот Вот суббота, воскресенье И мирный план появится Будет вот эта ясность Ее до сих пор нет А когда, по-твоему Она может появиться? Дима, ну я могу только надеяться Что эта ясность Появится в середине Следующей недели И я объясню почему Дело в том, что в понедельник Ангела Меркель Летит в Вашингтон Там она будет встречаться С Бараком Обамой И главная тема переговоров Уже известна Это конфликт на востоке Украины А уже в среду Должен состояться саммит Которого ждут Несколько месяцев Лидеров нормандской четверки Меркель, Алланд, Порошенко и Путин Полетят не в Астану А в Минске Скорее всего Уже после этих переговоров Станет понятно Какой мирный план Предлагает Европа И готовы ли этот план Принять в Киеве и в Москве Ну правда при условии Что встреча в Минске Не сорвется Дима Спасибо большое Будем надеяться И спасибо за работу Наша Татьяна Вогунова Из Мюнхена С Мюнхенской встречи Ганю, я хотел вас запитать Якщо говорите про те пропозиции Яки моя коллега Зараз озвучивала То, что Франция каже Про федерализацию Про эту буферную зону На Вашу думку Вы, как глава комитета Вы, как политик Вы, как людина Яка знает настрои в парламенте Что мы готовы принять А что нет Я вважаю, что После такой количества Смертей И такой готовности Людей Воювать за независимость Украины За территориальную ценность Федерализация Станом на сейчас Есть такая Пропозиция С стороной Франции Не очень звучит Принятно Но я думаю Что нужно продолжать Дипломатические усилия И в данном случае Уже с позиции сильного Потребно Дотискать Путяна И для этого Мы увидели решительные кроки С стороной США Это помогать Украине И с оружием Для того, чтобы мы могли Нашу дипломатию Посилить Другое Мы видим Позицию НАТО Для того, чтобы посилить Присутность В таких странах Болгария Когда они будут Яку загрозу Возможно Потому что Другие Спасибо, что были в нашей студии И был заместителем Госсекретаря Человек Который Четыре последних года Возглавлял Freedom House Самую влиятельную Одну из самых влиятельных Организаций Которые следят За соблюдением Свободы слова Во всем мире Один из крупнейших Специалистов По Украине Человек Который многих знает На капиталистских холмах У которого информация Из первых рук С Дэвидом Крэмером Мы говорили О том Смогут ли Соединенные Штаты Поставить оружие Для Украины И когда это будет Господин Крэмер Добрый вечер Спасибо, что нашли время Добрый вечер Спасибо за приглашение В статье Опубликованной В The Wall Street Journal Вы написали Президент Обама должен Исправить Свою самую Серьезную ошибку За время этого кризиса Нежелание Оказывать Украине Военную поддержку Вы могли бы Пояснить ваши слова Для наших зрителей Я считаю Что президент США Допустил огромную ошибку Публично И неоднократно Отклоняя просьбу Украины О военной помощи Это стало сигналом Для Владимира Путина Мол Соединенные Штаты Не собираются Делать то Что необходимо Мы попросту Сообщили Путину Дальше какой линии Не пойдем И мы бросаем Украину В то время Когда ей необходима Наша помощь Военная поддержка Которую мы можем Предоставить А это противоречит Будапештскому меморандуму 1994 года Который США Тоже подписывали Я думаю Это самая большая ошибка Президента Обамы В ходе этого кризиса Уже в понедельник Приезжает канцлер Ангела Меркель И это может стать Еще одной отговоркой Для президента Мол Мы должны Подождать Посмотреть Какие будут Результаты Плана Меркель И Оланда Может он Сработает Но вы наверняка Видели Недавнюю публикацию В Нью-Йорк Таймс О том Что часть команды Президента Обамы Поддерживает идею Помочь Украине В частности Командующий Войсками НАТО В Европе Генерал Бридлов И сам министр обороны Чак Хегел За этот план Поймите Что окончательное решение Принимает только президент Обам в недавнем интервью СНН заявил Что не желает Менять свою политику Сказал Что мы не хотим Военного конфликта Между Россией и США Затем Бен Роуд Заместитель советника По национальной безопасности Повторил практически Те же слова Такое же мнение Выразил и пресс-секретарь Белого дома Скажу вам честно Не стоит обращать внимание На слухи И утечку информации Пока сам президент Обама Не выступит И не огласит Об изменениях Своей политики Вы в числе Шести ведущих Американских экспертов Стали автором доклада Что США и НАТО Могут сделать для Украины Как вы думаете А если бы Украина Получила американское оружие Еще полгода назад Прошлым летом Это позволило бы Переломить ситуацию В США нужно было Оказать военную помощь Украине Еще летом прошлого года Чтобы помочь Восстановить контроль На территории Если бы Америка Сделала это То не думаю Что Путин Продолжал бы вторжение Если бы мы согласились Предоставить оборонительное Оружие Украине Помогли бы в защите Территории То сейчас была бы Абсолютно другая ситуация Господин Крэмор Еще одна топ-тема Этой недели в Украине Некоторые депутаты Инициировали закон С целью закрыть Или ограничить Медиа и телекоммуникационные Сети И предоставить Право на прекращение Лицензии Обещателей Национальному Совету Телерадиовещания Как бывший президент Фридом Хаус Вы следите за этой ситуацией И может ли цензура Быть оправдана Войной в стране Я думаю Что право на самовыражение Это одна из самых Важных свобод Которую украинское правительство Украинский парламент И украинское общество Должны защищать Правительство Или кто бы то ни был Не должно использовать Оправдание Что идет война Это война Давайте ее так и называть Но не нужно ее использовать Для того Чтобы оказывать Давление на людей Публикации Издания Закрывать телекомпании Которые говорят Пишут Или делают вещи Которые кому то не нравятся Это слишком субъективно И ведет к злоупотреблению Так что Защищая свою территорию Украинские чиновники И депутаты Должны защищать И базовые права Свободу самовыражения Свободу собраний Помните Что это благодаря народу Начались изменения В Украине год назад А сила народа Зависит от возможности Свободно говорить Критиковать правительство Критиковать парламент Критиковать международное сообщество Включая мое правительство В Вашингтоне Я понимаю Угрозу российской пропаганды Это серьезная угроза Но я считаю Что лучший способ С ней бороться Показывать правду И дать людям Возможность Иметь альтернативу А не решать за них Какую телекомпанию Они могут Или не должны смотреть Господин Крэмер Большое спасибо Что присоединились к нам И спасибо большое Что присоединились к нам Спасибо Ну и из далекого Вашингтона Снова давайте перенесемся В Артемовск Услышим этих людей Андрей, тебе слово Да, Дим, спасибо Кому, как не жителям Артемовского При фронтового города Реагировать на Все эти попытки Мирного урегулирования Ситуации на Донбассе И вот Мы можем отреагировать Жалко, что не вышло Дискуссии с Анной Губковой Хотели люди задать ей вопросы Но вот Какова Ваша в целом Позиция по мирному Урегулированию ситуации Кто кому должен Ну мы согласны Со словами Анны Что демократия Должна быть вооружена Хорошо вооружена И только в таком случае Мы сможем оставаться Мирным городом По планам Меркель и Оланда Наш город попадает В зону, которую Украинские войска Должны освободить То есть мы попадем Под отстрел Мы не уверены в том Что с другой стороны На эти 50-70 километров Отведут Потому что это фактически Будет уже граница России Ваше предложение Вот на 70 километров В сторону России Пусть отведут ДНР Свои войска Мы только за Но на эту территорию Должны зайти войска ООН И контролировать полностью Только так мы можем согласиться Иначе Мы не отпустим Наши войска С нашей территории Спасибо, Адим Ну вот такая позиция Спасибо огромное Спасибо, что были с нами Я знаю, что холодно Там вы на улице смотрите Спасибо, что были с нами И была возможность Не только пообщаться Не только вы нас смотрели Но и мы вас услышали Для нас это тоже Очень-очень важно Спасибо большое, Артемовск И давайте продолжим Мирный план Мы говорим о нем сегодня Весь эфир Но на самом деле Важная тема Давайте продолжим Проходите, пожалуйста Вечер добрый Вадим Рабинович Народный депутат Представитель оппозиционного блока Появился на студии Добрый вечер Я хотел с вами поговорить О мирном плане О том, что происходит О тех предложениях И вот знаете Удивительная вещь Мирный план Который предлагал оппозиционный блок Вот был этот список Из более чем 10 пунктов Он во многом сейчас перекликается С тем, о чем говорили в Мюнхене С планом Меркель и Оланда Вы знаете Я думаю Что самая, к сожалению Не умная позиция Мне сегодня говорит Что я все это давно предсказывал К сожалению, да Предсказывал Но это не имеет значения Сегодня надо видеть ситуацию Такая, как она есть Она следующая Нам нужно найти в себе силы Любым путем остановить войну Это раз Нам надо любыми усилиями Предотвратить вот это Нарастание ненависти Какое-то, которое захлестывает общество Посмотрите, что происходит Люди есть или черные, или белые Ничего больше не видят Так нельзя жить в одном доме Это как семья Если мы ненавидим друг друга Как нам жить? Поэтому, несмотря на все Что происходит Нам все-таки Каждому человеку Надо сегодня не добавлять Вот в огонь туда А какой-то шажочек назад делать Чуть-чуть, немножечко Сглаживать ситуацию Как-то мягче А куда мы скатываемся? На одной ненависти Мы ничего не сможем сделать У нас есть война И у нас есть экономическая разруха По обоим направлениям Надо делать шаг назад Потому что Еще раз, смотрите Я вчера разговаривал Мне подошел один комбат В Раде Говорит, вы предатель Я говорю, можно объяснить почему? Он говорит, я вам объясню Потому что вы говорите об экономике В то время, когда идет война Как объяснить людям Что мы проиграем любую войну Если мы не построим нормальную экономику? Как объяснить вот этим вот Людям, которые видят только прямо Что если у нас гривна будет по 40 То мы уничтожим собственных людей Как им это объяснить? Не может быть войны Оторванной от другого Поэтому нам надо сделать шаг назад Нам надо понять Что происходит в стране Я думаю, что нам вообще Надо садиться всем за один стол Вот просто садиться Забыть, кто Правильно я слышал Луценко сказал Надо только не говорить, а сделать Забыть, кто в какой политической партии Кто в каких Сесть за стол И работать 24 часа Чтобы спасать страну Скажите, что в парламенте происходит? Вот есть ли это единение? Мы смотрели за событиями Которые происходили на этой неделе Когда достаточно ожесточенные были споры в парламенте В том числе И по поводу свободы слова Я только один простой пример хочу привести Это не только пресловутый законопроект Связанный с потенциальным закрытием телекомпании Вот новость этого дня Под стражей оказался блогер и журналист Из Ивано-Франковска Зовут его Руслан Кацаба Задержан СБУ Его жена сообщила в Фейсбуке Вот распечатка Что ближайшие 60 дней Руслан проведет за решеткой Поводом для задержания был его блок Вот всего лишь блок Призывы в сети уклоняться от мобилизации Дома уже у него нашли материалы Из-за которых его теперь обвиняют Ни много ни мало в государственной измене и шпионаже Вот я не знаю деталей Наши коллеги, которые готовят завтрашние выпуски новостей На телеканале Интера Явно будут разбираться Меня другое беспокоит Вот смотрите Главное, чтобы под вывеской патриотизма У нас не стало как в той же России Которую мы критикуем С которой мы воюем Когда можно загреметь за решетку Вот только лишь за резкие высказывания в интернете Или за то, что публично высказанные сомнения А вот правильно ли все в твоей стране Тоже многими воспринимаются не так Вот на ваш взгляд Есть ли это опасности? Вот те законопроекты, которые были рассмотрены И, к счастью, провалены в Верховной Раде на этой неделе Я думаю, что у нас вечная проблема Что все идут в Европу Но тогда мне касается лично его Все хотят, чтобы была Европа Но при этом все их гладили Никто не критиковал Чтобы было одно лебединое озеро И чтобы новости с ними согласовывали Это было давно всегда Сейчас это обострилось Я думаю, что арест от Руслана Это самый неправильный шаг в отношении нашего движения в Европу Мы в Северную Корею таким образом идем Мы запрещаем фильмы И мы идем в Северную Корею Мы запрещаем людей И мы идем в Северную Корею Все равно не получится так, как они хотят Смотрите, следующий шаг Вот запретили русские сериалы Теперь надо что? Отключить людям интернет Чтобы они это не смотрели в интернете Обрезать тарелки, которые торчат Потом дальше что нам делать? Поэтому, смотрите Можно победить только одним образом В том числе и в медиа Если говорить правду Если попытаться сделать канал более сильным Более мощным И тогда тебя будут смотреть А заставить людей просто автоматически уйти с кнопки нельзя Я смотрю ваши новости сегодня Это высокопрофессиональные новости Подающие разное мнение Вот такие новости должны быть Но они, конечно, не будут нравиться Потому что всем надо, чтобы был единый одобрянс Многим не хочется слышать слова критики В том числе и в нашей программе Я прерву вас У нас сейчас ваш коллега появился по парламенту Николай Томянко На связи из Запорожья Скажите, пожалуйста Те законопроекти, которые были сейчас проголосованы Провалены В том числе и в чем была проблема с ними В другой версии появился вариант Что у вас тимчасово забирают ліцензию Я уверен В том числе и в Украинских кинотеатрах и на Телебаченні Как производел на территории России Пробственно На территории России Украинские сериалы и наиболее европейские телесериалы. Поэтому, еще раз повторю, для меня очевидно, что есть политическая воля для защиты антиукраинских, русскомировских, пропагандистских, российских фильмов. Но все, что касается других идей, которыми можно использовать, чтобы защитить любые фильмы, например, точно не российское производство, то до них нужно вернуться и на следующем сессийном неделе уточнить, чтобы не было зловживаний, скажем, разных тумантов, скажем, Держкино, которое выполняет контролировать этот закон, который голосовал в Верховной Раде. Спасибо, спасибо. Микола Томенко был с нами из Запорежья. Я хотел, одну секунду, я попрошу вас прокомментировать, просто зрителям хотел объяснить ситуацию, ну, похоже, что сами депутаты из парламентского большинства до сих пор не поняли. Это смешно. Мы слушаем, вот один из самых опытных депутатов, он тоже не знает, за что они все проголосовали. Это Томенко еще человек, который разбирается во всем, это остальных, если спросить, они не знают вообще ничего. Что же это за голосование? Почему бесконечно нарушаются законы, по которым мы потом будем жить? Они сами не знают, что проголосовали, теперь давайте вернемся к этому. Я хочу вам сказать одно. Нельзя побеждать запретами. Надо создавать, в чем я согласен абсолютно с господином Томенко. Я говорил это на брифинге в Верховной Раде. Если мы хотим бороться с русскими сериалами, давайте создавать наш украинский продукт, который будет сильнее, чем русские сериалы, которые зритель на кнопкой проголосует. Просто запретом мы живем уже в 21 веке. Каждый будет вечером там что-то себе включать и смотреть. Тем более интернет есть. Тут вопрос даже не в телевидении. Ну, знаете, в Северной Корее удачно интернет отключили. Я же не знаю, каким путем идем. То, что я вижу, пока мы близко к Северной Корее. Давайте я зрителям просто поясню, что могут запретить. Вот, на самом деле, вы слышали сейчас, многие депутаты так сами до сих пор не поняли, ну, за что они проголосовали. Вот и есть два варианта. Либо запретили те фильмы, которые были сняты, начиная с 2014 года, и прославляют российских силовиков. Ну, есть и первый вариант. В этом уверены депутаты из Народного фронта, что нельзя показывать, например, «Утомленные солнцем». Хороший антисталинский фильм, который получил еще и «Оскар». Знаменитые фильмы. Алексея Балабанова, «Брат-1», «Брат-2», «Груз-200». Под запретом также может оказаться и кино, ну, к примеру, Алексея Германа. Например, его последний фильм «Трудно быть богом», который вышел в 2013 году, вот после этой планки ограничения. Ну, и, конечно, такие сериалы, как, к примеру, «Оттепель», а не только криминальные, теперь нельзя будет показать. В общем, запрещены или могут оказаться запрещенными многие из тех фильмов, которые как раз и нужно почаще показывать, чтобы пропагандировать, наоборот, свободу. Ну, а если депутаты проголосовали все-таки за второй вариант запрет фильмов, снятых с 2014 года, то в прокат нельзя теперь выпускать. Ну, вот, к примеру, «Левиафан». Наверное, самый скандальный фильм этой зимы, уже номинированный на «Оскар». И сюжет этого фильма, вот он как раз о противостоянии человека и российской власти, о которой в фильме, ну, ничего хорошего не сказано. Мой вопрос тогда простой, что это помогает миру в нашей стране? Вот каждый закон, который мы сегодня принимаем, я думаю, что мы должны думать только об одном. Это приносит экономическую выгоду нашей стране, и помогает ли миру в нашей стране? Все остальное от лукавого. Это политический пиар. Поэтому я считаю, что это не помогает сегодня миру, потому что он вообще расплывчатый. Это не помогает экономике, потому что сегодня ущемлены будут центральные каналы за счет других. И сегодня кто будет возмещать им деньги, которые они выкупили заранее продукт на 5-6 лет вперед? Теперь я же знаю прекрасно, денег новых вы нигде не найдете. Значит, вы будете упугать вот эти мексиканские сериалы по рубль 100 серий, а мы будем смотреть «Изауру» бесконечно. Вот все, к чему приводит безумие. Вадим, вы теперь в парламенте, у вас есть возможность с этим бороться. Спасибо большое, что были в нашей студии. Мы должны прерваться на рекламу, на короткую рекламу, но я хочу сказать, что буквально через 10 минут в нашей студии будет Михаил Сакашвили, но еще мы поговорим о важных темах, о которых на этой неделе и говорят, и спорят. Продолжение следует... Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Мы продолжаем. И начну с одной из самых громких тем этой недели. Мобилизация. А точнее, странности, которые ее сопровождают. Ну вот всю эту неделю, согласитесь, СМИ гудели. Минобороны требуют, чтобы украинцы, которые в принципе подлежат призыву, ну это полстраны на минуточку, выезжали за рубеж только со справкой из военкомата. Дальше больше. Военные предложили, чтобы украинцы получали такие справки, и если покидают населенный пункт, где они живут. Не знаю, как вам, а мне вот сложно представить, что произошло бы, если бы этот механизм все-таки заработал. Но очереди в военкоматах, тысячи попыток дать взятку, ведь в Украине так много людей живут не там, где прописаны. Социальные сети на этой неделе гудели. Буквально перед эфиром мы получили официальный ответ из Минобороны. Я хочу обратить ваше внимание. Так вот, в Минобороне сказали, справки для выезда за рубеж украинцам не нужны. Но пока в Киеве только думали, советовались, на местах уже исполнять бросились. Наш корреспондент Руслан Смещук о том, как ошибки военных приводят к тому, что люди вообще перестают понимать власть. Я должен почитать! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Одесская область, село Кулевча. Местные жители выгоняют военкомов с повестками из своего села. Первый раз прощаем! А это Белгород-Днестровский, тоже Одесская область. Тут исполняющий обязанности местного военкома своим указом отменил Конституцию, запретил военнообязанным покидать границы района. Полный дебилизм. Это нарушение прав человека. Если меня, допустим, пригласят в Винницкую область на свадьбу, и что не имею права поехать, доплевало я на все законы эти. Разразился скандал, незаконный приказ отменили уже в областном военкомате, объяснили. ИО военкома просто допустил ошибку. Все ради того, чтобы показатели улучшить. Перегибы на местах, как говорится. Издан новый приказ, старый приказ отменен. Но издан этот новый приказ уже с учетом тех формулировок, которые содержатся у нас в законе. Тем временем в Киеве в Генштабе заявили, теперь всем военнообязанным, которые захотят пересечь государственную границу, необходимо иметь особую справку. Как бы не так отреагировали общественники и блогеры. Владислав Дулапчий один из них. Его рецепт отправляйте запрос в госпогранслужбу, если вы в черном списке. Если нет, предъявляйте ответ всем, кто пытается не выпустить вас за границу. Протягом 5 дней по закону, а на самом деле еще и швидше бывает, прийдет на папере с початкой. Довидка показывает, что есть официальный документ, который подтверждает, что у вас нет никаких проблем, связанных с передным кордоном. Еще один из перекосов этой волны мобилизации, это диспропорциональное количество повесток. Например, вот это село Дмитриевка, Болградского района Одесской области, получило повесток больше, чем несколько соседних районов. На днях в село принесли 70 повесток, вдвое больше, чем на весь соседний район. И так не сильно лояльное к правительству население взорвалось. Нас встречают в местном доме культуры. Селяне набили, что кефальт шаланды. Мобилизация здесь тема номер один. Если перегнули палку, знаете, я думаю, что надо исправлять и как бы внести нормальное, вот это дело ввести в нормальное русло. Собрание «Мгновение ока» превращается в митинг. У нас у всех попаем, есть кое-какие-то земли. ЛПХ, личное подсобное хозяйство. И люди на этом держатся. Если нас, молодежь, заберут туда, на мобилизацию, все, полностью, голодовка, село замирает полностью. Из-за того, чтобы начать работу с общественностью, начать работу с сельскими уголовьями, они решили после механического величия количества повесток. Какие тут мотивы? Идиотизм, коррупционная составляющая, потому что даже в селах есть люди, которые готовы заплатить за то, чтобы никуда не ходить. Или так далее, мне тяжело сказать. Областной военком сказал, что этого больше не будет, что начнется работа с общественностью, и это привез в какой-то нормальный процесс. Мой сын, короче, военный, был в АТО. Он получил ранение, награжден в Ордену. Не знаю, Ярослава Мудрова никак не получил полный. Вот. Ну, в данный момент продолжает служить. Мне 57 лет. Можно же кому-то идти защищать, а то каждый прячется, сидит, уезжает где-то за границу. Никто не хочет, все боятся. Я решил пойти, защитить свою родину, свой город Милюкорь. Ну, как видите, люди не против мобилизации. Проблема только в том, что из-за неразберихи на местах, из-за перегибов, из-за того, что кто-то хочет галочки поставить, отчитаться наверх в Киев, люди перестают понимать логику действий центральной власти. Ну, а из-за этого все те проблемы, о которых было в сюжете. Продолжим. Ситуация в одном из городов центральной Украины. Кривой Рог. Еще в конце января там захватили здание Горсовета. Кто это сделал? И почему здание удерживается захватчиками до сих пор? Узнаем прямо сейчас у нашего корреспондента Сергея Бордюжи. Сергей, так какова ситуация? Да, Дмитрий, ситуация в Кривом Роге вот уже полторы недели остается напряженной. После того, как несколько десятков человек захватили сессионный зал Горсовета, они продолжают оставаться там и по сей день. Что, естественно, не может не сказаться на нормальной работе исполкован. Так, едва не были сорваны две сессии Горсовета, на которых принимались жизненно важные для города вопросы. В частности, о выделении субсидий, оказании помощи бойцам в зоне АТО. Заседания пришлось сделать выездными. Попытка дестабилизировать ситуацию в городе не сказалась на работе коммунальных учреждений, которые финансируются из местного бюджета. Работают школы, садики, больницы. Несмотря на то, что вот в январе месяце Министерство образования и здравоохранения задержало деньги с авансами, мэр стабильно, планово помогает криворожанам, которые участвуют в антитеррористической операции, их семьям. Вместе с волонтерами занимаемся помощью переселенцам. Кто будоражит город, хорошо видно вот на этих кадрах в момент штурма здания. Не секрет, что прикрываются Криворожским Майданом люди с криминальным прошлым. Вот только вот что говорят по этому поводу представители только одной из криворожских общественных организаций. Это группа радикалов, среди которых есть недократно судимые, а также иногородние люди. Не только наша организация против того, что происходит располагаем. Просто среди этих людей очень много приезжих, это уже все выяснялось. Эти люди за деньги пытаются захватить власть силой в нашем городе. И эта кочка радикалов не имеет никакого права отвечать за весь город. Напомню, после захвата сессионного зала горсовета некоторые из участников акции объявили голодовку. Правда, эта идея не нашла поддержки у молодых людей спортивного телосложения. Теперь протестующих подкармливают. Еду готовят здесь же, на улице, у стен горсовета. Да, я готовлю для людей. У нас была объявлена акция голодовка. 40 людей. Мы не ели. 7 дней мы не ели. Сейчас люди начинают выходить из голодовки. Мы тут ничего не ломаем, ничего не створим. Сами убираем. Но мы ничего не согласны с этой владой. Сказать о массовой поддержке этих людей со стороны почти миллионного города нельзя. Пикета у стен мэрии мы не видели. А в самом заблокированном зале дежурит не больше двух-трех десятков человек. И вот, собственно, что думают об этом сами жители города. Все надо мирным путем решать. Понимаете? Если будет просветление в головах у людей, все изменится. Ну, насколько я знаю, такие радикальные методы, кроме самих радикалов, никто не поддерживает. Ну, а в городе не так много этих радикалов, как пытаются это все показывать. Большинству народу, ну, надо нормально, спокойствовать. У меня вон ребенок рядом с исполкомом учится в школе. Нафига мне вот эти вот перевороты рядом. По факту захвата здания Криворожского горсовета открыто уголовное производство. Но, похоже, это нисколько не пугает тех, кто находится там незаконно. И освобождать они его явно не собираются. Студия. Коллега, спасибо. Мы сейчас с гостем обсудим. Проходите, пожалуйста, в студию. Подъехал к нам Андрей Гальченко, человек, который 4 года... Вечер добрый. Человек, который 4 года возглавлял мэрию, был вице-мэром. Вы были заместителем в какие годы? С 10-го? С 10-го по 14-го. С 10-го по 14-го. Ну, ситуацию, знаете, хорошо. Скажите, а вот кто все-таки захватил горсовет? Потому что очень странная ситуация, когда из Киева смотришь. Захвачено здание, какие-то голодовки, еще что-то происходит. Ну, на самом деле, в городе присутствуют все политические силы, которые сегодня есть на Украине. И много общественных организаций. Которые от радикально правых до радикально левых. Кто из них захватил? Для всех главная ценность – это Кривбас. А, соответственно, в это тяжелое время – это сохранение стабильности. Как мы видим, достаточно малочисленная общественная организация, радикально настроенная, которая, кстати, возглавляется экс-регионалом Владиславом Штефаном и 4-жды судимым Юрием Настусенком. Сегодня хотят дестабилизировать ситуацию, которая достаточно спокойно была в нашем городе. И для них, вообще-то, сам принцип – чем хуже, тем лучше. Что сегодня радикалы делают? Захват здания госполкома. Да? Унижение, избиение юриста госполкома Гажей Виктории. Вы не скажете, город функционирует, при том, что здание захвачено. Функционирует город, городские власти. Конечно. Я вам скажу, что недавеча должна была проходить сессия, как мы слышали, да? Радикалы не освободили сессионный зал. Что же здесь происходит? Сегодня Юрий Вилкул, мэр города, делает все возможное для того, чтобы город функционировал и все предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города, работали нормально. Сессия, которая должна была проходить, там должны были решаться достаточно серьезные социальные вопросы. В том числе, связанные с питанием детей в школах, детских садиках, интернатах. Кроме того, малообеспеченных семей и пенсионеров поддержка, а еще и помощи участникам АТО. То есть, участникам АТО и их семей. Сессию удалось провести, потому что мэр предложил все усилия для того, чтобы сессия прошла уже на следующий день. Правда, она проходила в другом здании. Вы мне скажите, а вот когда и как город из этой ситуации выйдет? Есть какие-то прогнозы, есть понимание? Сколько захватчики в госсовете просидят? Сегодня открыто уголовное производство по 341 статье. Это захват государственных учреждений. Что хочу сказать на сегодняшний момент, что правоохранительные органы должны дать объективную оценку тому, что сегодня происходит, как правоохранительные органы, так и центральная власть, считаю. Я вам мало скажу, должны быть найдены не только те, кто затеял это, а и заказчики. Могу вам сказать одно, что заказчики сегодня не в городе Кривой Рог проживают, а в городе Днепропетровск. Но пускай даст оценку следствия. Что же касается Европы. Сегодня уже Европа обратила внимание на то, что происходит в городе Кривой Рог. Один из депутатов Европарламента сделает заявление, обращение, что сделает заявление к руководству ЕС и Украины о том, что происходит в городе Кривой Рог. И он призвал к тому, что если Украина хочет стать членом ЕС, то она должна выполнять резолюцию европейской хартии местного самоуправления. Мало того, хочу сказать, что сегодня 700-тысячный город Труженик, который обеспечивает налогами 10% всю Украину и более половины Днепропетровской области, считаю, заслуживает жить в мире и спокойствии. Вы знаете, самое главное, чтобы у нас с Европой проблем не было. Вот на этом фоне как раз всем нам нужна поддержка Европы. Спасибо большое, что были в студии, что разъяснили ситуацию. Мне сказали, что буквально с минуты на минуту к нам должен подъехать человек, которого в этой студии мы очень давно ждали. Михаил Саякашвили, человек, который смог провести те реформы, о которых здесь, в Украине, мы пока еще только мечтаем. Я очень надеюсь, что буквально с минуты на минуту сможем с ним поговорить. Но пока что еще одна тема, о которой на этой неделе мы с вами и говорили, и спорили. Уже более месяца назад в Украине наконец-то появились биометрические паспорта. Вот в прошлом году наши власти говорили, будто это один из самых важных шагов на пути к безвизовому режиму со странами Евросоюза. Ну, безвизового режима, конечно, еще нет, но уже появились и паспорта, но и проблемы вместе с ними. Давайте посмотрим. Свободный въезд в Европу казалось до безвизового режима рукой подать. В середине января в Украине торжественно начали выдавать биометрические паспорта. Актер Артем Мануйлов одним из первых получил заветный документ. Спешил. В Варшаве его ждал совместный с поляками театральный проект с символическим названием «Граница». Я сразу поехал до Харкова, бо я сейчас последним временем проживаю в Харкове, ну и там в понеделок подав документы. И раптом в середу 28 числа в третьей године дня до меня позвонил пан Петр Матусяк, это консул. Как оказалось, украинский МИД попросту не успел разослать иностранным консульством образцы новых биопаспортов. Из-за этого Артем едва не лишился проекта, партнеры не могли ждать. Парень приехал в Киев, чтобы сдать злосчастный биометрический паспорт и срочно оформить обычный. Визу аннулировали. Неделя нервотребки и визу Артему поставили заново, рядом с аннулированной. Завтра он будет уже в Варшаве. У понеделок мы отримали все зразки, которые мы просили у полиграфного комбината Украина. И того же дня мы направили зразки биометрических паспортов до всех консульских установок иноземных государств. Сейчас не должно возникать никаких проблем. Польша больше всех стран ЕС выдает шенгенский визу украинцам. Но и она ужесточила требования к документам. Чи нужно сейчас бронювать готель? Так, на данный момент нужно бронювать готель. Также оплачивать. И оплачивать? Вы оплачивали? Так. Трошки больше додатков. Ось, есть больше документов. А что там? Ну, нужно виписку из банка мать с собой. Наверное, те консульства, которые имели, условно говоря, либеральную визовую практику на сегодняшний день, сделали более сложными эти условия. Збільшение количества документов, которые требуются во время оформления виз. Это уменьшение количества выдачи многократных двустроковых виз. И это, власне, уменьшение количества отмыв. Раньше польские и греческие шенгены были надежными пропусками и в другие страны ЕС, где визовый режим пожестче. Вот только в последнее время людей с такими визами разворачивают прямо в аэропортах Европы. Без объяснений. Особенно этим славятся польские катавицы. В 11 часов вечера, в час ночи, наши менеджеры должны были по телефону помогать нашим клиентам, которые оказались в аэропорту Катавицы. Буквально с каждого рейса, прилетающего туда с Украины, в средней статистики 7 человек снимаются с рейса. Подлежат очень тщательному допросу, обыску. Троих-четверых отпускают и 2-3 депортации, в принципе, с каждого рейса. В Нидерландах и Германии нам тоже не очень рады, говорят в визовых центрах. Даже тем, кто ездит часто и попадает под договор об упрощенном режиме. Столкнулась с этим и журналист Лейся Шевкун, когда собиралась в очередную командировку. Я, получив паспорты, увидела штампы про отмогу, которые для меня просто смотрели так несподинно, что это так. Я просто написала в своем облозе, мабуть, достаточно эмоционную реплику из этого периода. На мой эмоционный блог реагировал послезо Немеччина и визу мне таки дали. Но было очень неприятно, скажу сразу. В МИДе ужесточение визового режима для украинцев не заметили. Или сделали такой вид. Мы надеемся, что до травня, когда будет резкий саммит Схидного партнерства, мы завершим выполнение всех необходимых условий. И именно на этом саммите будет принято решение, принциповое решение, про переход к безвизовому режиму. Конечно же, что сам безвизовый режим наступит не сразу после этого. Нужно будет решить еще певные технические вопросы. Орентовно, возможно, это займет еще полгода. Это теоретически. А на практике получается, что безвизовый режим введут не раньше, чем установится мир на Донбассе. А когда это случится, пока сказать сложно. Валентина Левицкая, Игорь Антонюк, Владимир Дедов, Юрий Голубенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Мне безумно приятно представить гостя, который вот только что у нас появился. Михаил Старкашвили. Человек. Здравствуйте. Спасибо большое, что приехали. Что я здесь? Ну, саживайся к вам, включаясь. То есть Нью-Йорка. Так как приятно находиться здесь в студии прямо. Нам тоже очень приятно, потому что зрители телевизионную технологию вряд ли знают, но когда у нас гости есть где-то на телемосте, они нас только слышат. Мы их с вами видим. Мы общались с господином президентом много раз. Он говорил о наших реформах, говорил о том, что происходит в стране. А вот он нас с вами только слышит. В любом случае приятнее находиться в целом, чем в Лос-Анджелесе, а у вас в студии тоже приятнее, чем на Мастут или Мастут. Так что... Вы знаете, я хотел начать вот с... Ну, на самом деле не планировал об этом сюжете поговорить, но вы знаете, важная штука. Вот Украина вроде бы сделала огромное движение. Ввела эти чипованные паспорта, движется к безвизовому режиму с Евросоюзом, а вот введение чипованных паспортов действительно было одним из условий. Ну, Господи, такая мелочь. Забыли 15-20 паспортов отправить во все шенгенские посольства, люди месяц не могли получить визы. И так во всем. Вот скажите, пожалуйста, я не знаю, может быть, нет простого ответа, но почему вам удалось сделать быстрые реформы, а мы постоянно буксуем? Ну, не надо очень строго судить, потому что все только сейчас начинается, но на самом деле, конечно, в центре чего должен быть человек. И я с детства ненавидел вот это унижение, когда надо ставить в очередях. У меня вот родился сын, я уже был президентом, Николай, у меня пошел там, ну ладно, меня без очереди пропустили, но увидел эти подвалы, эти пожилые женщины, которые там сидят. Ну, там совершенно очевидно, что там людей унижали, они даже, понимаешь, они чувствуют, что они начальники, начальницы у себя. А мы сделали систему, когда можно эти паспорты получить за 7 минут, там было даже кафе, ты тоже мог бы зайти и заказать кофе, паспорт. А пока выпиваешь чашку, ты просто готов. С айпадом заходишь в официант, это бы вы сделали из этого, типа, немножко шоу, но зато это конкретный результат, что ты получаешь паспорт, быстро тебя свое правительство не унижает. Мы же не могли людям, и Украина сейчас не может дать хорошую жизнь. Ну, скажем так, очень большие экономические проблемы, война, все. Но минимум человеческие отношения мы должны дать. Минимум дать все отношения, что человек в центре всего, вселенной, страны, правительства, всего остального, а все остальное третье степенно. Поэтому я думаю, что эти проблемы образуются, эти вещи делать очень легко. Главное, не давать бюрократам маневр решения. Если у вас есть бюрократ, который может решить, дать вам паспорт или нет, дать вам за 7 минут, или за 70, или за 7 дней, он всегда будет не пользоваться решать. Как только вы поменяете систему, когда не он или она решает, а решает система, все облегчить. Господин президент, самый главный вопрос для всех нас, а как ее поменять? Вот, к сожалению, год прошел, во многих отраслях мы не видим каких-то резких перемен. Вы знаете, я просто передам вам, наверное, будет приятно комплимент от Сороса, который вот в Давосе сейчас выступает, сказал, что в чем особенность Саркашвили, почему мы его так любим и уважаем, что этот человек сделал показательную реформу, вы разогнали ГАИ, и тогда весь мир, не только сами грузины увидели, весь мир увидел, что вы настроены на реформы. Не вгодило. Я думаю, что самая главная наша реформа была как раз облегчение вообще отношений к правительству. То есть мы поменяли саму культуру. Культура была такая, что раньше люди служили правительству. Люди боялись правительства. А при нас правительство служило людям, и правительство боялось людей. А как вы с коррупцией справились? Вот смотрите, у нас сейчас пытаются создать это антикоррупционное. Первое, не брали сам взяток. Почему? Вот так и справились. То есть вот сейчас мои ребята тут живут в Киеве, и у них, многие из них приехали помогать в Украине, у них никаких личных средств, никаких личных счетов нет. Они зависят от своих контрактов, от своих заказов. Я завицу от лекций, которые я читаю, начиная от Нигели, заканчивая в Швейцарии, Америке и так далее. То есть у нас нет личных сбережений. Зато мы построили страну. Или ты строишь страну. У нас, при мне, бюджет Грузии вырос в 11 раз, при том, чтобы налоги сократили на 60%. То есть через наши руки прошли десятки миллиардов, и они к этим не прилипли. Не прилипли. Не прилипли бы. И, честно говоря, иногда просто некоторые наши ребята, они говорят, что вот слость берешь. Когда говорят, вот, все равно подноши к нам обвинения. Ну, десятки же миллиардов через наши руки пошло у нас, мы не оставили 100 долларов себе. Я говорю, да, это же счастье. Мы построили новую страну. Что бы они ни говорили, это была новая страна. Страна, которой мы здесь в Украине завием. И мы построили новую страну. Вы заметили, ваше состояние в этих новых городах. В Грузии при мне было построено тысячи гостиниц, у меня нету гостиниц. Было построено десятки тысяч ресторанов, у меня нету ресторанов. Много завода, у меня нету нового завода. Люди разбогатели, у меня нет богатства. Господин президент, скажите нам, как нам в Украине это сделать? Вот смотрите, пытаются сейчас создать структуру, которая действительно будет бороться с коррупцией. Антикоррупционное бюро. Тут же появилась в парламенте инициатива. Народный фронт говорит, ну, вот, давайте, бюро будет подчинено парламенту. А парламенту у нас много фракций, много политиков. То есть, фактически, не президенту, не людям, а партии. Я думаю, что, во-первых, все равно все понимают, что жить по-прежнему нельзя. Продолжать так, как было нельзя. 20-25 лет эту страну все грабили, кому не лень было. Все равно, это чудо, что, наверное, как стоит. Тут 90% вашего потенциала никуда не используется. У вас потрясающий молодежь. У вас очень трудоспособные, трудолюбивые, честные, законопослушные люди. И просто, и, как бы, у вас было две революции, и элита не поменялась. Ну, ладно, элита не поменялась, это делал техники, но надо поменять образ действия элиты. Сейчас, я думаю, все понимают, что по-прежнему жить невозможно, нельзя. Просто надо перекрать, эту старую систему закончить, перестать красить. И, во-вторых, создать претенденты, что кто-то за что-то отвечает. Может быть, претенденты, что кто-то за что-то сел, наконец-то? В том числе. Но я думаю, что это одно, но это не самоцель, само по себе. Конечно, это... Как сигнал обществу, как сигнал... Ну, что кто-то отвечает, если сядет. Второй ведет деньги, которые украли, потому что, мы говорим, о десятках миллиардах, и они на поверхности лежат. И, знаете, просто надо создавать новые механизмы. И главное, что общество к этому готово. У вас каждый человек на улице вам расскажет, что надо делать. Просто все очень умные люди в Украине. Я просто восхищаюсь в Украине. Я читал лекции в Украинских аудиторах, я читал в Карварде, в других университетах мира. Нигде близко такой молодежи нет, как у вас. Просто надо их использовать, пускать в разные сферы, давать им возможность строить собственную страну. Нет большего удовольствия, чем строить собственную страну. Понимаете, как в старых структурах. Вот есть с солеными огурцами бочек. Куда столько, куда не укладывай, столько не укладывай свежих огурцов, но бочка не изменится. Свежие огурцы станут таким же соленым. Чувствую иногда, что наши огурцы тоже становятся солеными. И правильно, что просто надо создавать новые бочки и туда свежих огурцов набирать. Вот трудно сравнивать людей с огурцами, но вот есть очень много свежих идей в Украине. И просто надо в этом просто поверить. У нас есть небольшой сюжет, мы прервемся на него. Вот это как раз пример той страны, которая, к сожалению, выбрала старые бочки. Вы наверняка тоже следите за тем, что в Греции сейчас происходит. Я напомню нашим зрителям, у нас только что оттуда корреспондент вернулся. Страна, где недавно сменилась власть, прошли выборы, но вот правительство теперь ориентируется вовсе не на Европу, вовсе не на Брюсселе, а, к сожалению, на Москву. Вот как к этому относятся в самой Греции? И можем ли мы рассчитывать на поддержку Евросоюза, если в нем самому проблемы? Поговорим об этом с президентом Саакашвили. Но пока что сюжет из Греции. Все, что там происходит, Роман Бочкала видел. Совсем недавно в Греции состоялись парламентские выборы, и теперь в этом здании главенствует партия левого толка Сириза. Партия, которая обещает грекам вернуть урезанные зарплаты, льготы, пенсии. Партия, которая требует от международных финансовых доноров, чтобы те сократили часть долга Греции. Перед ними партия, которая не собирается поддерживать санкции ЕС против России. Пять лет назад Сириза не набрала и трех процентов, а сейчас ее поддержал каждый третий. Мы получили самое левое правительство за всю историю современной Греции. Это результат колоссального разочарования политиками, державшими курс на Европу. Каждый четвертый грек без работы, а каждую копейку в казне потенциально нужно отдать для погашения долга. Суммарно греки должны больше 300 миллиардов евро. А вот они, новые лица греческой политики, не скрывающие своей симпатии к России и Путину. Жители Афины еще привыкают к ним. Премьер-министром стал Алексис Ципрос, лидер левой партии Сириза, недавно победивший на парламентских выборах. Галина родом из Украины, в Греции живет больше 20 лет. Раньше она могла себе позволить поужинать в этом кафе хоть каждый день, а теперь максимум раз в неделю. Люди очень устали от плохой жизни тяжелой, от всех этих мер, которые принимало предыдущее правительство. Оно ничего не сделало для людей, оно делало все против народа. И люди занимаются сейчас в принципе самообманом. И очень надеются, что Россия это как луч света в темном старстве. В Греции есть все, но прежде всего, конечно же, шубы. Это крупнейший в Афинах салон меха. И не случайно его название звучит на русском, ведь главным образом здешние покупатели из бывших союзных республик. Сколько, Александр, будет стоить такая шуба? 50 тысяч евро, пожалуйста. Но таких соболян нет, люди все равно покупают. Александр, сетнический грек, приехал из Грузии в начале 90-х и разбогател. Норки, соболя и шиншиллы разлетались, как горячие пирожки. Но после введения санкций против России, бизнес ушел в минус. Я очень надеюсь, что господин Ципрос именно будет против введения каких-либо санкций против России. Очень надеюсь. Еще несколько часов назад эти огромные креветки плавали в Игейском море. Посмотрите, у нее еще шевелятся лапки. Это центральный продуктовый рынок Афин. Здесь можно найти какую угодно рыбу. Но если вы думаете, что все эти морепродукты местного производства, то ошибаетесь. После вхождения Греции в Евросоюз, при лавке заполонила продукция других стран Европы. Глобализация больно ударила по местным рыбным артелям, не привыкшим к жесткой конкуренции. Это Шотландия, это Италия, вот Польша, Испания. Хорошо, конечно, что выбор широк, но все равно сводится он к тому, что у тебя в кошельке, а там не густо. Килограмм баранины 9,90, килограмм свинины 6,60, говядины 10, цены, конечно же, в евро. Мы вынуждены до предела снизить цены на мясо. Клиентов все меньше и меньше. Последние четыре года страна катится стремительно вниз. Клубника здесь растет и зимой, и летом. Греция – аграрная страна. Вхождение в Евросоюз здорово ударило по местным сельхозпроизводителям. Они были вынуждены сократить объемы производимой продукции согласно европейским квотам. Такой яркой палитре позавидовал бы художник, но картина безрадостная. После введения евро дары садов и огородов подорожали в полтора-два раза. Убили полностью сельское хозяйство. Если мы даже возьмем гречку, да, гречка – сельскохозяйственный продукт. А Греция – это сельскохозяйственная страна. А мы не производим. У нас гречка, она импортируется. Хотя мы должны были экспортировать. Самый дорогой отель в Афинах. Номера здесь от 300 евро за ночь и выше. Экономическими проблемами в этом месте не пахнет. Богатые стали богаче, а бедные – беднее. Таков результат экономической политики государства последних лет, считают многие греки. Блеск и нищета. Буквально в 100 метрах от свершенебельного отеля люди ночуют на улице. Идти нам все равно некуда. Надеемся, что может хотя бы новое правительство обратит внимание на наши беды. Дети жалуются, что в последнее время туристов из России, да и из Украины стало гораздо меньше. Туристическая отрасль несет небывалые убытки. Вот замечательная настенная тарелка ручной работы сделана в Греции. Это Дионис, а это Афина. Лазар всю жизнь торгует сувенирами. Его стоптанные кроссовки лучше всего говорят о том, как идут дела. Совсем мало туристов стало. Почти никто не заходит в мой магазин. Бизнес стоит. Экономический кризис, который едва не похоронил экономику Греции, больше всего ударил по малому бизнесу. Например, доход этой прачечной снизился почти в половину. За последние пару лет ситуация несколько улучшилась, но все равно не настолько, как была до кризиса. Налоги очень выросли, и прибыль сократилась до минимума. Денег хватает только на то, чтобы свести концы с концами. Политика Евросоюза цинична. Да, нам дали кредиты, но их просто нереально вернуть. Тройка кредиторов, Еврокомиссия, Европейский Центробанк и МВФ дали понять, долги Греции не будут списаны. По счетам доведется платить. Платить Греции нечем. Наш новый министр финансов Янис Маруфакис сказал, что денег у нас нет. По сути, грекам нужно перезанять. И Россия для этого идеально подходит. В условиях изоляции Кремлю явно не помешает партнер в ЕС, поддерживающий политику Москвы. Греция, кажется, готова к такой роли, но не бесплатно. Я думаю, что у Селезы просто нет денег в России. Государство бедное. И они ищут эти самые деньги. И ищут любые способные, где можно. И они надеются, что Россия их поможет выйти из этого кризиса, надеются на это. И закрывают глаза на очевидное, на очевидную интервенцию России в Украину. Греки думали, Европа решит все их проблемы, но коррупция осталась прежней, а реформы каждое новое правительство лишь обещает. Уже даже не столько грекам, сколько Евросоюзу, выделявшему под несостоявшиеся преобразования солидные суммы. Едва ли в этом вина ЕС, но и едва ли ЕС-панацея от всех экономических бед. Роман Дочкала, Вадим Сверидонов, подробности недели, телеканал Интер, из Греции. Ну вот такая в Греции ситуация. Я хотел вас спросить, вот на самом деле все те люди, которые там сейчас в Греции надеются, что ну вот повернемся, отвернемся от Брюсселя, повернемся лицом к России, все наладится. Они тоже жертвы вот этой пропаганды? И с другой стороны, а вот Евросоюз, он переживет еще и это? Два прежних премьер-министра Греции, Самарас и Папа Андреев были моими личными друзьями. Я могу засветить, что они в целом лично очень порядочны. Но там происходило то же самое, что на бывшем постсоветском пространстве. Одно правительство сменял другое, третье, четвертое, и все крали. И люди просто не видели просвета. То есть постоянно, не еще было сравнивать. Ну одни варьи сменяют других, третьих, четвертых. Поэтому они побежали за популистами. Почему в Грузии? Не потому, что у нас, конечно, у нас было и куча ошибок, и разных других проблем. Но мы создали первый претендент, когда люди могли сравнивать с чем-то другим. Вот сейчас уже, у нас приблизительно такая же сила победила, как сейчас в Греции. Но зато есть чем сравнивать. Есть вот этот период в истории страны, которым гордиться. У нас несколько лет было, когда люди видели, что можно и не красть, можно быть в безопасности, можно, чтобы экономика росла, чтобы у них доходы росли. Ну, конечно, всегда люди хотят чего-то лучше побежать за ним. А поэтому тут не просто пропаганда. Тут реальная безысходность. Они, во-первых, с одной стороны, это социалистическая система, когда все государство должно вроде про всех заботиться. Это проблема и сейчас в Украине. Люди ждут от государства. Чудес, чудеса. Там, где есть государство, регулируют, там... И люди очень тяжело воспринимают социальные реформы, очень тяжело воспринимают разговоры о том, чтобы урезать что-то. Надо объяснить, что просто от этого все просто люк игреют чиновники. И ничего не перепадает. Им перепадает, может быть, 5-10 процентов. Все остальное же крадется. Когда у вас три тарифа ЖКХ. Это вроде для социальных целей, что вот, мы должны защищать, социальные защищаются. Ну, извините, от них ничего не дойдет. Все равно это будет там конкретно чиновник сидеть в каком-то черномном кабинете, те тарифы переписывать так, что все будет доставать ему в карман, и он будет на свои счета перечислять швейцарию. Простите, а как справиться с этим, вот с этим чиновником, который пишет? Вот, мы говоря так, можно я вам простой вопрос задам? Были слухи, я не знаю, там даже в прессе, что, мол, даже вы возглавите антикоррупционное бюро. Могу вас тут прямо спросить? Согласны? Я так считаю, что, во-первых, сейчас какие-то смелые шаги в вашей власти стала препятствовать. Президент Порошенко по своей целью пригласил иностранцев. Это непопулярный шаг. Я сам считаю, что тело украинцев должно стать в Украине. Более того, те грузины, которые работают здесь у вас через 9 месяцев в год должны уехать обратно в Грузию. Это не их дело. Но они должны в чем-то сейчас тело спасения от нашего общего будущего это дело всех. И то, что президент Порошенко, и то, что многие министры правительства, допустим, министры юстиции и другие предприятия смелые шаги пригласить министры внутренних дел наших специалистов на должность. Это означает, что они понимают, что вызовы необычные, иногда принимают необычные решения. Что касается антикоррупционного бюро. То есть, я завтра еще встречаюсь с большой группой среднего, малого бизнеса и даже большого бизнеса, но не олигархов, который реально делает дела. И я хочу с ними поговорить. Я хочу прокосудить. Мы все сделаем для того, чтобы Украина решила этот главный вопрос. Потому что мы... что вы оттянулись с реформами, что слишком долго многие вещи не делали. Я понимаю, что, допустим, антикоррупционное бюро, оно связано с большими рисками. Но я привык к рискам. Для меня вопрос того, что в Украине что-то должно двинуться, это вопрос выживания и Украины, и моей страны Грузии, нашего общего будущего. Это вопрос чести и принципа. Потому что мы все должны все сделать, чтобы наконец-то люди здесь поверили, увидели, что что-то двинулось в правильном направлении. Я думаю, что среди политические элиты есть консенсус, что жить по-прежнему нельзя. Об этом говорил президент, и со мной говорил, я мог бы защитить, и многие члены правительства, все об этом против говорят. Это, к сожалению, говорят многие, голосование в парламенте это не всегда показывает. Я думаю, что... Даже по случаю, когда это антикоррупционное бюро это лучший парламент, который был когда-либо в Украине, правда. Там, конечно, много проблем, все, но это он мне очень напоминает наш парламент 90-х годов, когда мы только начинали его делать реформы. Пока еще депутаты разбираются, они ищут свой ниш, но это действительно лучший состав. Я, это ваш парламент, я бываем парламентарем, я начинал с ним, первый раз мы сыграли с ними футбол в 96-м году, помню, с украинским парламентом, мы тогда с ним познакомились, были много хороших людей, было, это лучший парламент. Но просто надо сейчас куда-то двинуться. Вот все хотят двигаться, вот чего-то. Поэтому, может быть, если антикоррупционное бюро будет началом этого движения, мы бы очень хотели в этом поучаствовать, мы бы очень хотели в этом помочь. Мне бы совершенно не, естественно, я собираюсь возвращаться в Грузию, и вы все в свои вопросы должны там решать, это наша страна, и я всю душу вложил в мою страну, но в следующие несколько месяцев, если мы можем лично в этом поучаствовать, я и мои друзья, и мои соратники, которые здесь готовы в этом поучаствовать в полном масштабе. Спасибо большое, что вы это делаете, нам очень важен ваш опыт, мы действительно с огромным уважением вас слышим себя, потому что вы делали. Я хочу сказать, что все равно Украина на международной арене, несмотря на все внутренние проблемы, представлена очень достойно, потому что и выступление президента в США было, и с моей точки зрения, нужно было за это выхождиться, и то, что меня пока рубило, то, что он себя повел за последние, но я спокоен, что в Украине есть достаточно опыта, что ничего безрассудного глупого не сделают. Мы эти ошибки допустим в 90-х годах, я не думаю, что Украина повторит этих ошибок, я думаю, что тут достаточно опыта и смелости, и патриотизма, чтобы, в том числе и у ваших властей, несмотря на все проблемы, чтобы защитить национальные интересы. Ну и вы тем более есть, чтобы дать нам советы. Спасибо огромное, что вы были в студии, должны заканчивать. Михаил Сакашвили был сегодня с нами, такими были подробности недели в эти 7 дней. Встретимся в следующее воскресенье. Спасибо. Очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин